Девушки отдыхают Да, могу К черту эту возможность Я ведь могу пройти Две технические миссии Я решил, что будет одно техническое видео Вот А хотя нет Сделаем следующим образом Сейчас я пройду несколько миссий За Торена там Еще кто вылезет А потом будет одно техническое видео, где я пройду сначала Миссии Этого Как его? На тягачах? Это если кто помнит Пригороде Около первого города Вот А потом пройду, наверное, миссию на Этом Машинистом Ну а сейчас надо сгонять на свидание В конце концов Должно же у нас там дело сдвинуться С мертвой точки Все-таки из этого города мы сваливаем Да Мы сваливаем из этого города От слова Совсем Напоследок, так сказать Надо напомнить О своем существовании Милой девочке Кэти Девочка Катя А еще и дома нет Сто пудов, да? Да ну хорош Ну что, серьезно, что ли? Я так не согласен Охрен Не, ребят Я не согласен Оно такое Что это за За хрень такая О, встретились два олени на перекрестке Так Так Сейв Надеюсь, после этого она там появится Так Сохраняемся сюда же Помню, видел один забавный мод Ну, сейчас в машину садился Коя полицейский проезжал Мод ничего особенного Суть примерно такая Когда СиДжей Не важно Садится вообще в любую машину Куда угодно Ему тут же две звезды накидывают Не важно Хоть тот десятый раз В эту машину садись Да блин Ну, ты че, серьезно, что ли? Да ну хорош, а Так, стоп Окей Еще раз Ну, вы понимаете, да? Представляете, как вы не сядете в машину Две звезды Вау Да ты парень прям Я не знаю кто Но, в общем, развернулся красиво Почти как Цезарь Ты не знаешь, что такое Цезарь? Да и херстан Ну Аллилуйя Опять танцульки? Твою-то медь Ну нет, чтобы Прогуляться там По берегу Да отстань Не буду я тебя целовать Танцульки Это долго Я надеялся, что Будет прогулка По набережной Сам, кстати, не напряженный вариант Свидания с ней Она не любит быструю езду Поэтому просто По набережной В одну сторону В другую И все Конечно Занесись жопой вперед Ты думаешь, что у тебя потеряется, Карл? Я думаю, что я люблю тебя, Карл! Всегда любил этот место О, Господи, это было хорошо О, что страшное место Вообще, довольно странно, да? 50% местных девушек Не любят местность, где находится клуб Че? Эй Не эй-ка мне тут Ну че, зажжем? Как там в фильме? Даже не думай Ну че, подорвем этот курятник Или подвзорвем этот курятник Как там было сказано Эй-эй-эй-эй Ты должен был бы взрослый Танцую вместе с СиДжей Ты не плохой танцер Извиняюсь Извиняюсь Продолжение следует... Продолжение следует... Да хорош, блин, а вовремя же нажимаю. Блин, не то нажал. Блин, не то нажал. Блин, не то нажал. Блин, не то нажал. Ну, не совсем релакс-эфа. Ну, ладно. Пусть вроде чё-то про любовь поёт. Спорим, она меня сейчас опять про динамит, зараза такая. Капец, да. Сколько можно? Все, милая, до свидания. Было приятно с тобой общаться. Но больше мы, наверное, не увидимся. Только ты, понимаешь, в меня влюбилась и все. А, пусть эти поют. Поклонники бога джа. Кстати, кто помнит, тут одна из девушек будет обязаловкой в третьем городе. Вот это вообще, конечно, издевательство. Это будет одни из самых интересных видео по GTA, которые будут записаны на моем канале. Представляете, кататься с ней на свидание. Кататься и кататься до тех пор, пока она не согласится. Это ж, простите меня, полный П. О, по-моему, жалко, конечно, что, кстати, ничего не срослось в итоге. Не успели. Не долюбили. Да и хрен с ней. В конце концов. Нет, ну, давайте сохранимся. За мной ехало наблюдение, судя по тому, что это таксишка. Так, раз. Два. А ничего, он тут устроился, этот Тарена. Приятный такой домик. Роя. Роя, большой mouthful. У меня 있어서 13-6, вул感, что надо вettать. Мне нужно исчезнуть ребенок, по-моему. Продолжность. В 15-ом, под прошлой небо. Ред produk ты кожу. Продолжность. Карл, я хочу мне спрятать. Да, я тебе задолжением. Субы правилья, я. Как ты знаешь о моем брате? Curtая. Он в пиаре в районе. Д-винге. В Tele 13-ом. Левого, я себе полотка, который хочет укр integрая его пакет. Левого, я себе пилом. Левого, я себе правилю. Кто хочет уничтожить его сердце, по-прежнему. Не волнуйтесь. Тенпенди и Пеласки, они довольно довольно ненавидные. Unless, конечно, ты был в семье с офицером Пенделбери, которого они убили, когда он уничтожил их. Но ты знаешь об этом, да? Дэн! Эй, мэр, как ты знаешь все это, мэр? И я хочу остановить это. Ты просто не понимаешь, дэй, мэр? Смотри, это все красные и герои. Мы должны делать решения, мэр. Ты знаешь, я пытаюсь ставить плохие на другие плохие. И иногда я даю хорошие люди уничтожить. Он его брат. Но, для меня, он просто коллекционный. Это очень деликатый решение. Вот здесь, вы получите все скум-баги в стране. И здесь, вы получите все скум-баги в стране. И мне и мои коллеги, мы на пиво. Держите правительство и работайте. Это напоминает меня. Давай. Хорошо? Я хочу, чтобы идти сюда, в баги в стране. Хорошо? Хорошо. Открывай флэйр. У нас есть какие-то precious cargo, нужно собрать. Эй, подожди! Что с моего брата и все это, что ты говорила? Эй, 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 не волнуйся. Суэйр просто хорошо. Он подожди. Учитель везет домой и узнает, что его мужа и ребенка были убрали. Все это в контроле. Мы поговорим позже. Нет. Давай, отходи. Что-то не могу вспомнить, что это за задание. Что-то забрать надо. Блин. Отправляйся. А, все-все-все, вспомнил. Ой, не, не, ну блин, дурацкая машина. Ой, блин, она очень дурацкая машина. Блин, все царство за мотоцикл, а? Что в тебя? Мисс, вы тупая или что? Что за непонятливое создание. А вот настоять в реальной жизни так делать нельзя. Человека можно убить и поломать. И вообще много всего нехорошего с ним может случиться. Так. Секундочку. Так, эта миссия, если я ничего не путаю, будет рядом с нашим, пока еще не нашим аэродромом. И надо будет там кого-то встретить. То ли вертолет, то ли еще что-то, которое будет преследовать, а потом еще на нас набросить полицейский. Но это нормально. У Торена вообще миссии шизанутой дальше нету, кстати. Дисплей, яркость. Яркости добавим, потому что темно я что-то. Местами... Я не все свои видео сейчас уже просматриваю. Времени не хватает, к сожалению. Вот, но... Местами, конечно, яркость очень сильно подводит. Так. Или я ошиб... Нет, это... Нет, слушайте. А, нет-нет, все правильно. Сейчас будет. Очередной голос. Очередной голос Бога из машины. Шикарный вопрос. Че ты здесь делаешь? Ты, блин, сам его сюда прислал. Ха-ха-ха. Что за бред вообще? Я понимаю, что это, скорее всего, косяк перевода, но, блин, какой-то уж слишком... Слишком косячный этот косяк. Так. Мне надо... Наверх. О, а это прыжковая зона. Довольно веселое место, но, к сожалению, не с этим мотоциклом. Нужен скоростной. На любом другом мотоцикле прыжок получается, ну, так себе, скажем-то. Скажем. Не особо зрелищным. Действительно, аппарации там никак не судьба, то... Все равно уж беспроводная связь, я хочу сказать, судя по этим... По антеннам. Идет нежелини радаров. Паразит. Интересная логика, да? Сбигарит их. Ну, класс вообще. Секундочку. Где я? Еще один. Да, вон. Летит. Да, блин. Да, блин. Ну, сколько можно-то, а? Блядь. Меня же убьет сейчас уже, а? Ну, куда ты полетел, мудила? Куда ты груз сбрасываешь, дебилоид? Где я и где груз, блин? Козел. Идиота кусок. Пиздец, пардон за мой французский. Я хоть денег соберу. А, и мотоцикл моему, короче, тоже кирдык, да? Да ладно, очень сильно. Нет, нет, вон он стоит. Вон он стоит, хороший мой. Кошмар. Кошмар. Короче, погнали. Игру спасать. О, а это что такое? Нет, нет, ну куда, ну почему? Боже ты мой, я... Ох, ну почему вот в эту сторону? Ну ладно, тут времени нет, так что ничего страшного в принципе. Блин. И обратите внимание, опять хрен выберешься. Опять эти гигантские берега, на которые нигде толком не залезешь. Обязательно нужно плыть. Плыть долго. Долго и нудно. Спокойно. Я спокойно. Я абсолютно спокойно. Я не ругаюсь. Я спокоен, как удав, которого оставили без мотоцикла. А, ну и конец. Ну, вообще замечательно. Здравствуйте. Слышь-ка, одолжить тачку, а? Привет. Здравствуйте. Ну, чё? Чё бип? Лежать. Отдыхай. Не, мне больше не надо, спасибо. Одной хватит. Я очень благодарен вам за сервис, но, реально, мужики, одной тачки достаточно. Больше не требуется. Хотя, конечно, очень радует, что они так оперативно отзываются на нужды трудового населения. Вникают в проблемы чёрных. Ну, мне же реально была нужна тачка. Знаете? Привезли. Молодцы. Герои. Можно сказать. Ну, ладно. Хватит стебаться. Лейлайс. Ну, это пёрни ему в микрофон, Карл. Вот честное слово. Один из самых странных вертолётов в игре. Стоит такая незам... Такая вот симпатичная хренька, да, здесь. Казалось бы, ничего особенного. Но есть один прикол. У него пулемёт. Так. Крутиться-то. Ой, да. Управление вертолётами в ГТА это вечная проблема. Летают они чёрт знает как. То есть, когда ты нажимаешь вперёд, его начинают вот так вот наклонять, и он начинает падать вниз. С одной стороны, я понимаю, как бы, что... Я вообще ничего не понимаю в управлении вертолётами. Но, блин, неужели нельзя сделать, чтобы он просто летел вперёд? Ну, или хотя бы... Ну, не знаю, ещё главное. Главное, что у этого парня есть пулемёт. Что делает его использование гораздо более приятным, скажу. Так. Прилетели. И вот ещё, кстати, один огромный минус. Очень долгий выход. Их там закрыл. Тысяча долларов. Уважаемый Майк Торено. Вы жмот. Причём не просто жмот. Вы жлобяра. Причём капитальный такой жлобяр. Так, стоп. Капитальный жлобяр. Тысячу баксов вот за это? За стрельбу из базуки по вертолётам? Я, конечно, не очень разбираюсь в расценках для всяких военных наёмников. Но, по-моему, за это должны давать больше. Сколько там? Четыре сбитых вертолёта из этой ракетницы? Или базуки? Не знаю, как правильно. Ладно. Полетели. Медитативная музычка. Поехали ган 일 во многих выпусчиков. Медитативная музычка. Медитативная музычка. Идеально получилось И музыку дослушали И долетели куда надо Ну, из плюсов Разжились гранатометом Опять Который уже достали отнимать каждый раз Это потрясающе Вот зачем была нужна Вся эта инфа? Если они дадут тебе труднее время, убьют их Слушайте-ка, давайте-ка мы слетаем Слетаем мы вот сюда Познакомимся С самой Наверное, самой полезной девушкой В этой игре Можете мне объяснить Нахрена я поручусь на вертолете Этим говняном Медленно вертолете Летик Кто это? Каталина, что ли, опять? А, нет А, вот И за все это время Ни одного Ни одного велосипедиста Вы представляете? Ну, ни одного Хоть бы какого-нибудь велосипеда Ни одного Ну, не хочу я ехать на автомобиле Дайте мотоцикл, сволочи Езжай, езжай Отстань Че ты меня преследуешь? Ну, подумаешь, бежит по дороге черный с автоматом Ну, че теперь? Че, за ним надо ехать? Вот, собственно, после Как я понимаю, вот этого вот Рассказа Джетра Сан-Фьерро Да, вот оно, появляются эти гонки Которые сейчас уже нахрен не нужны Ну, то есть вопрос А че мне их сейчас-то проходить? Я уже ушел оттуда У меня там, по-моему, уже ничего не будет Так, ну здесь на стоянке должно что-нибудь быть Ну, вы че уж Ну, хорош, ребят Ну, куда все мотоциклисты делись? Суки Сейчас вот Я его уже ненавижу У тебя проблемы? Иди отсюда Да Я просто сама доброта И я не туда еду Вот так Прикольно получилось Я, по-моему, опять никуда еду Или нет, наоборот Прям туда, куда надо А, прям туда, куда надо Итак Самая полезная девушка В GTA San Andreas Вот она Это, как вы Понимаете Это, как вы понимаете, девушка-полицейский Хорош трындить И она должна быть Собственно, вот она есть А вот, собственно, и она Мадам Мадемуазель Детка, учитывая, что ты можешь вытащить меня из тюрьмы Я тобой интересуюсь Даже если пусть у меня было 10 детей Ну ладно, шучу, конечно Я один из тех нехороших мужиков Которые не очень любят чужих детей Точнее, не так Детей я люблю Но Навязывание чужих детей В плане того, что Не тот папа, кто родил А тот, кто вырастил Вот эту концепцию я терпеть не могу Вот такая вот фигня Не знаю, что это поет Но оно мне не нравится О! Станция, которая вечно включается во всех самолетах И сколько ты ж мне денег сейчас попросишь? Кстати А хватит ли у меня сейчас денег, ребята? Не хватит Вот же спип А че делать? А денег-то не хватает 80 тысяч Допустим, я туда съезжу 8 тысяч возьму Так 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 Черт Лажа Ну, а вот теперь Мы поехали выполнять Миссию А, кстати, слушайте Давайте-ка я сейчас выполню Миссию железной дороги Раз уж пошла такая пьянка Ой, не туда Ой, не туда Не туда Не туда Блин Че-то немножко бесит, ребят Он сказал, заплати им доллар А они просят 80 тысяч Не сказал в кого-то выстрелить Как же так? Нифига себе А Торено Сказал заплатить доллар Обманул козлина Ну, ладно Сейчас тогда Выполним миссию Железной дороги Будет Не будет технического видео Будет Два Видео подряд Одно будет С парой миссий И миссии машиниста А другое Блин, че такое? Соответственно, будет С миссией Дальнобойщика И, соответственно С продолжением уже Сюжетных миссий Так Так-так-так-так-так Поезда Поезда Да, блин, ты че? Здесь-то спокойно Да, нежданчик Я честно забыл Про то, что тут такие проблемы С покупкой В безобразии Все, дождемся У меня опять время не засек Опять сейчас получится Видео на час с лишним Разделять неохота О, билеты Че тебе надо? Иди отсюда Че билет покупаешь? Честный, что ли? Да, че ты сказал? Че ты сказал? Че ты сказал? Все, нефиг покупать билеты Вот именно Здравствуйте Шелон Ну поехали Это будут Очень интересные миссии В которых Все, что вы будете видеть Это вот такое вот Движение поезда И я не собираюсь Это вырезать, ребят Я предупреждал По-моему, тут всего три уровня Выполнения Или как-то так Ну, не важно За все про все Я получу, по-моему, тысяч пятьдесят Должно хватить Так что Если кому-то не хочется На все это смотреть И слушать мою болтовню То можете выключать Это видео закончится На, собственно говоря На том, как Закончится непосредственно Миссия поезда А следующее видео Которое я выложу Ну, тоже сегодня Но будет вечером Так, я их вот Задавил к чертой бабушке Вот Там будет начало С миссии Дальнобойщика Ну, то есть Я доеду до туда Выполню миссию Дальнобойщика Собственно, после чего Уже будет продолжена Сюжетная часть Где я буду Закупать этот Гребаный аэродром Ну, и так далее Так, ой Что-то я это Затрындился Я не помню Когда надо Тормозить Начинать Да Навык, конечно Надо вспоминать Нормуль 150 баксов Представляете Сколько раз Мне придется съездить Чтобы заработать 40 тысяч 41 Нет 40 тысяч 688 Ужас Я вот не помню Кстати, какая предельная Скорость движения У этого поезда По-моему, то, что 46 я там Перестал набирать Это, по-моему, уже было С какого-то момента Он просто начинает трястись Ну, и потом, естественно, слетает С рельс Ну и Ну и все И на этом И на этом история заканчивается Кстати, всех поздравляю С тем, что Молчу Так 47 И я все еще не падаю С трассы Интересно Просто Его должно начать трясти Как я уже говорил Но я не вижу этого Трясения Но подтормаживать уже надо То есть просто Потихоньку Сбрасываем скорость Ой, мстители, мстители Надо на них сходить Надо будет Обязательно Не пропускаю Ни одного фильма В конце концов Увернулась Молодец Блин, рано начинаю тормозить Надо где-то вот на пяти сотнях Только начинать Вообще Скорость сбрасывать А то получается, что я Ее сбрасываю А Как бы еще Ну, до такой медленной А еще Ехать, ехать, ехать И ехать И ехать, блин Вроде казалось бы Че там расстояние 200 Кстати Вопрос еще Че это 200 200 чего Метров Не знаю По-моему маловато будет В метрах Не, в метрах Это маловато Мне кажется Наверное Это все-таки Хотя нет Ну сейчас Тушь наверняка Метры Что это еще Может быть Еще 150 баксов Знаете Я начинаю Немножко нервничать Плюс 15 секунд Вы че, издеваетесь, что ли? Ки нахер 15 секунд Типа к стандартному времени Ну ладно А, кстати, блин Забыл совсем Всех с первого мая Если кто-то этот праздник отмечает Кто-то не отмечает Тот отмечает Всем Всех с первым днем Поездки на дачу Как там Только Русские люди Уезжают На любимую дачу А возвращаются С ебаного огорода У меня тут тоже Немножко рваный выход Видео получается В этот раз По очень простой причине Потому что я в огороде Ребят Тормози Сучка Тормози 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 Серьезно Нифига себе Как он требует Да уж Ой да Гребаная дача Скобка Как там Прополка Прополка Еще рано Так себе занятие Честно говоря Правда Есть еще шашлык Но Честно скажу Нет Не на даче Шашлык надо в лес ездить На даче Это как-то Не знаю Не то Правда не то То есть если вы живете В загородном доме То шашлык Тоже немножко Не так уже воспринимается Потому что Ну это Ну ты же вышел во двор И че Для меня шашлык Это всегда поездка Куда-нибудь Набрал компанию Человек 10 Пешком или на машинах Это вообще не важно Можно и на поезде Ничего страшного А то все такие Блин цивилизованные стали Все на машинах У всех пузики Никто пешочком ходить Не хочет Блин Разберезил сам себя Этим шашлыком Думаю про него Мясо захотелось Видео надо снимать Записывать Записывать О вот да 48 Вон его затрясло Все Значит 48 Понятно Предельная скорость 48 Запомнили Быстрее не надо Значит держимся На 47 47 Отпускаем Так 1600 Ну это еще ладно Это еще нормально Там Там Та-дам 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 Несемся Правда помимо Шашлычной части Есть еще так называемые Первомайские Туристические выходы Кто знает Кто не знает Когда огромное количество Казалось бы Взрослых Серьезных Людей Теряют К чертовой бабушке Всю свою взрослость И серьезность Надевают рюкзаки Берут всякие Байдарки Каноэ Катамараны Плотпосенки Плоты лепят Из бутылок Презервативов И так далее И в общем Занимаются тем Что на всем этом Безобразии Плывут по речкам И к сожалению Не всегда убирают За собой Это конечно Да Огромный минус Но По счастью Я знаю Те компании В которых Есть еще милая Привычка Брать с собой Сотню мусорных пакетов Чтобы потом Все это забрать И ввести В помойку Но к сожалению Этот сплав Я пропустил Благополучно У меня Из знакомых Только одна компания Поехала Которая я изначально Даже не рассчитывал Все остальные Что-то как-то Поотваливались На шашлык Тоже особо Не получилось Дача Работа Дюшки вот записываю Короче ладно Лето не кончилось Съездим еще Да и потом погода Так про погоду Не вспоминаем Отмазка про погоду Это самая голимая Отмазка Какая только может быть Какая нахрен погода Дождь идет Дождевик одень Холодно Ну твою мать Шерстяные трусы Кто придумал Эх Было бы побольше подписчиков Можно было бы обсудить Кто какой шашлык Больше любит У кого какие предпочтения Какое мясо Марина И все такое Не падать с рельс Это плохая идея Кстати Блин Мимо кафешки Проехали Слева была Как раз там связанная С наложками Какая-то там есть Замута с этими НЛО В GTA San Andreas То ли их фоткать надо То ли Блин То ли еще что-то Я-то не помню Честно Что-то там связанное Есть с этими НЛО Но опять же Я не помню То ли это просто Так по приколу Поугарать То ли это какая-то Такая скрытая миссия На хрен знает Не важно Если бы это было Что-то очень важное Об этом бы все знали И я в том числе Но раз я об этом Не знаю А я без ложной скромности Считаю себя Все-таки фанатом Серии игр GTA Или игры серии GTA Серии игр Нет, серии игр Все-таки Так Скорость Нет, пока держим Скидываем Вот так Так-так-так-так Скидываем 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 Подъезжаем Спокойно Все хорошо По времени укладываемся Диспетчер Мать вашу Уровень первый А А деньги Ладно Уровень второй Продолжается Наша супер Интересная Блин Миссия Машиниста Боже мой Это все Что я заработал Ребят Мне будут Капец Я помню Что тут надо По-моему Три уровня Пройти Три уровня И за эти три уровня Вроде бы дают Какую-то Большую сумму Но я не помню Насколько она большая Будет дичайший Как говорится Эпик фейл Если окажется Что это большая сумма Там пять тысяч долларов Или еще что-то В этом роде Ладно посмотрим Не буду Прерывать запись Пусть Пусть будет так Черт Пусть Так даже интересней Не Правда Я уже говорил И повторюсь Не вижу смысла В том Чтобы вырезать Из игры Какие-то моменты То есть Вырезать из игры Имеет смысл Те моменты Когда ты Ну не знаю Там Откровенно Тупишь И Ну допустим Какую-то миссию Например Не смог пройти По Достаточно банальной Причине того Что Ну реально Из-за глупости Да То есть не потому Что ты чего-то не знал Или Не вытянул Нет А просто из-за глупости Или там очень долго Ты не можешь Не можешь например Пройти Какого-нибудь Босса Да Так Сяк Там Не знаю 50 боев Как-то с ним провел Тогда да Еще можно Там что-то вырезать Ну Чтобы не слишком Утомлять народ Ну вот такие вот Чисто технические Миссии вырезать Я считаю Очень глупо Ну во-первых Во-первых Зачем их вырезать Начнем с того Что игра Есть игра В игре присутствует Данный аспект И Нравится он нам Или не нравится Он есть И Его надо играть Ну точнее не так Его можно играть Можно не играть Ну-ка цыц Ох ты Уже 216 баксов Дают Вы видели Это вам не это Было 150 Теперь 216 Нет Будь я обычным Смертным В реальной жизни И получая я за то Что я от станции До станции Доехал 216 баксов И все это за Сколько там Две минуты Я бы был Пипец каким счастливым Но к сожалению На данный момент Я Карл Джонсон Или СиДжей Которому надо 80 тысяч долларов У него есть 339 978 То есть ему нужно 40 тысяч И 22 доллара Да 40 тысяч 22 доллара И поэтому Меня не очень радуют Гонорары В 216 Или сколько там Баксов Ой блин А в реальной жизни Да Я бы так не отказался Ну а что От станции До станции Доехал Будем С 200 баксов Прилетело Ничего себе Тут блин Одна электричка За целый день Чтоб 10 станций Проезжает Ничего 2000 баксов В день Такая Неплохая зарплата Я бы сказал Вполне себе Ой-ой-ой Тише Задумался Затранди Какой затрандился Запизделся И вот чуть С рельс Не улетел Вот было бы весело Главная проблема Поезда Вот тут еще В чем Беда Что На поезд Нельзя сесть Скажем так Не на станции То есть Тормознуть поезд Сбить машиниста Оттуда В принципе Можно Но вы увидите С какой скоростью он едет То есть во-первых Он очень долго Будет еще ехать Машинист там вывалится Все Но поезд будет еще Очень долго ехать И не факт Что ты его догонишь Вот Поэтому соответственно Слететь с поезда С поездом С рельс И бежать до следующей станции Ну вы сами видите Довольно далеко То есть Сколько мы вот уже едем Рано я начал скорость И опять сбрасывать Конечно Ускориться надо В то время уже Я говорю Все таки есть Ряд минусов Оооо Как я Нет Еще не ошибся Но уже близок Давай 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 Так Подползаем Подползаем Тихо Подползаем Вот блин О 300 баксов Нифига себе Ну прям Вообще Вообще Слушай Да А вообще любопытно Чем руководствовались Создатели данной Конкретной миссии Ну то есть подумайте Сами вот В чем приколы Этих миссий Да ни в чем Ты тупо жмешь Кнопку В Все Все Едешь Вперед Все что Тебе требуется Это Не набирать Скорость Выше Определенного Уровня И соответственно Останавливаться В нужных точках Все Даже музыку Включить нельзя Вот это Самая большая Засада Тут же нельзя Включить музыку Обратите внимание Нет Кстати Вот это вообще По моему Очень большой Недочет Данной Данной миссии Потому что Как это нельзя Вы вообще Видели где нибудь В общественном транспорте Или еще В таких вот местах Чтобы нельзя было Включать музыку Назвать Вы что С ума сошли что ли Я понимаю Еще там В какие нибудь Как говорится Далекие мохнатые Года Когда Ну Скажем Хотя нет Че я болтаю Всякие радиоприемники И магнитофоны Существуют уже Достаточно давно Уж по крайней мере В том времени В каком сейчас Находится у нас СиДжей Уж чего-чего Радиоприемники Точно существовали То есть Какую-никакую музыку С собой протащить Наверняка можно Да и что-то я сомневаюсь Чтобы в таком локомотиве Не была предусмотрена Какая-нибудь радиостанция С ума сойдешь Целый день сидеть Вот так вот Поэтому реально Для меня вопрос Чем руководствовались Создатели этой миссии Сделали тупо на отъебись Ну то есть Вот вам Вот как это Нужна какая-нибудь Миссия с поездами Ну вот вам Какая-нибудь Миссия с поездами И отстаньте от нас Как это Тестер Чуваку Который тестировал Все это Приставили к башке Пистолет Сказали Закрой рот Скажи что все нормально Нет Закрой рот И промычи Что все нормально Кстати вот еще один Не знаю Для меня лично Не совсем приятный момент Вот в этой миссии Что тут совсем нет Каких-то пассажиров Или груб Ну то есть какой-то Знаете Анимации действия Понятно конечно Что это бы все Очень сильно Ну Задерживало процесс С одной стороны Ну а с другой стороны Вот что я еду Просто так что ли Погрузка пассажиров Выгрузка Хоть бы Было видно Что Ну Зачем я вообще Останавливаюсь В этих нужных зонах А то я подъехал И сразу поехал дальше По большому счету Кто там Никто не сел Никто не вышел То есть Был бы какой-то контроль Да там Повысить пассажиров Еще что-то Еще что-то Ну С другой стороны Как я уже сказал Судя по всему Эти миссии были сделаны Просто чтоб было Все И больше никакой Я даже не знаю Никакого смысла в них нет Должны быть миссии с поездом Окей Вот вам миссия с поездом Че она Зачем Ну че Ну денег немножко приносит Ну Покатайтесь Все Отстаньте Че привязались Хотите миссии с поездом Вон идите В Райлойд Тайкун Играйте Или Кто там Или еще в какую Давай-давай-давай Ползем Крадемся Крадется А че ты крадешься Еще 300 долларов Вот Осталось всего 39 тысяч 129 Два доллара Видите Еще чуть-чуть И мы накопим На свой собственный Аэропорт Где-то в ебенях В пустыне Рядом с секретной Военной базой Что-то я Чувствую Непродуманность Идеи покупки Этого аэропорта Эй блин А главное Интересный момент Да То есть Смотрите Торено дает задачу Нужен аэропорт Ну Согласитесь Как бы Называется Ну давай деньги Пойду куплю Он не дает денег Он дает задачу Типа проверка На Вшивость Что ли На Как сказать На заинтересованность Как это Обозвать-то Не знаю Вот представьте К тебе Подходит чувак Говорит Слушай Я тебе дам Охренеть Какую опасную работу На которую Тебя вполне вероятно Могут убить А ты мне еще должен 80 тысяч долларов За все это дело Не я бы Наверное не согласился Я ленивый Еще аэропорт Покупай И вообще Я высоты боюсь Не то чтобы Очень сильно Но боюсь Правда я прыгал с парашютом Вот такой вот я Представляете Боюсь высоты А с парашютом прыгну Хотя там было Все таки Да это был Это был Неправильный тест Боязни высоты Когда у тебя за спиной Надежная проверенная Погибота Которая Теоретически Приземлит тебя Туда куда нужно И так как нужно Как ты особого страха Не испытываешь Особенно после того Как уже Полетел вниз Там не страх Там Просто сознание теряешь Приятные воспоминания И опять затрындился И немножко пропустил Момент с торможением Не то чтобы Очень сильно Ни хрена себе Вы там видели Какой этот рыбкой Прям сиганул мне Под колеса Козел блин Наверняка себе Статистику поправить Хотел по району Хотят Пожди Статистику по самоубийствам Точно Слушайте 50 тысяч Ага Не Выпустите меня Я не хочу Больше Не ну 50 Слушайте Два Получается всего этих Два уровня Так 50 Еще у меня есть Миссии с дальнобойщиками Поэтому давайте Так Сейчас все Я это видео Прерываю И следующее видео Уже будет Начнется с дальнобоев Ну точнее Если до них Как нибудь доберусь Прямо сейчас Я его запишу И потом уже продолжим Сюжетную часть Поэтому Ой тут Стой Поэтому Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Всем вышеперечисленным Очень сильно поможете Ссылка на плейлист Под видео В описании И все Пока Всем пока Пока Продолжение следует...